Открепиться от своего избирательного участка и прийти на выборы в первый день голосования 17 сентября просят бюджетников. Такие сообщения все чаще стали приходить к нам в редакцию. Наша героиня работает в здравоохранении. Говорит, руководство недвусмысленно посоветовало прийти на выборы не в основной день голосования, в воскресенье, а раньше. Я работаю в медицине. Нам сказали 17 числа проголосовать, взять открепительные и проголосовать. Ну а почему 17-го? Почему не 19-го? Я, допустим, хочу со всеми вместе в воскресенье пойти проголосовать. Тем более не факт, что мой голос, который я отдаю за человека, которому я доверяю, именно ему будет принадлежать, пойдет. Между тем, именно 19 сентября в воскресенье выборы будут считаться завершенными и начнется подсчет голосов. А это значит, бюллетени избирателей, которые проголосовали в первые два дня, будут ждать своего часа, и в связи с этим у многих возникают опасения. Как оказалось, жалобы поступают и к местным парламентариям. Пришел такой внегласный приказ, что необходимо сотрудникам именно бюджетной сферы взять сегодня, ну не сегодня, а вообще в избирательном процессе открепительные удостоверения и идти голосовать на определенный участок, то есть в пятницу. Так все же для чего нам трехдневное голосование, открепительное и возможность принять участие в выборах в любом районе города? В Тике рассказали, сделали это для удобства голосующих. Любой из избирателей может изменить место для голосования и выбрать тот участок, который ему ближе. Таким желающим выдают специальные талоны. Приносить их на избирательный участок не нужно, это скорее напоминание. Да и как таковых открепительных удостоверений сейчас в ходу нет. Корректировки сразу вносят в базу данных. Они, безусловно, законом предусмотрены, но поскольку вот с 2018 года существует вот этот вот ресурс, мобильный избиратель, он действительно очень удобен. Удобен тем, что, ну во-первых, это быстрее, это технологичнее. И сам бланк заявления с QR-кодом, соответственно, через вот этот QR-код ваше заявление автоматически на следующий день попадает в систему госвыборы, и вы будете включены в список избирателей того участка, где бы вы хотели проголосовать. Проголосовать можно даже за пределами города, однако если вы будете находиться не в Красноярском крае, то сделать выбор сможете только за кандидата в Госдуму. Депутаты в законодательное собрание избираются внутри региона. В ТИКе также добавили, что подсчет голосов и результаты действительно будут известны только после окончания выборов. Никаких промежуточных итогов не будет. Денис Шабуров, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал.